Хей! Как дела, мои любители квинтэссенции и губительного яда? С вами Морская Свинья, и мы продолжаем играть в квинтэссенцию губительный яд. Странно, почему я продолжаю повторять это. Но да, сегодня у нас зима. Зима-зимушка-зима. И я, если честно, забыла, куда мы должны идти и что делать. Как вы помните, у нас вернулась сырай. И сырайка вернулась. Живая, невредимая. Ещё и злая, к тому же. Мстительная, ревнивая жена. И, короче, у них там сейчас с луной битва за ревьё. Ревьё такой, чё, чё происходит? Я не хочу быть среди вас тут. Я хочу просто отдохнуть от всего этого. И, кстати, идёт борьба за последнее лекарство от квинтэссенции. Потому что сырай тоже больна. Вот так вот, ребята, вот так. Я вообще не понимаю, куда идти. Слушайте, я реально забыла. Сейчас пока вспомню. Всё заперто. Кардиан? А, походу, мы к Кардиану шли, да? Простите, друзья, просто прошло очень много времени. Те видео я списывала аж летом. Сейчас уже осень. Вот поэтому я уже забыла всё. Блин, куда идти? Блин, мне нравится зима. Но сейчас пока ещё нет зимы. Только ранняя-ранняя осень. Ну, как ранняя. Первые месяцы. Осень. Серединки ещё даже нет. Вау, какая луна. Красивая. Как тут всё красиво. Вайкон? О! Ахой, ревьё. Ахой. Я тоже так люблю говорить. Ахой! Где луна, Вайкон? Сайлори взяла её с собой на прогулку. Видишь, они прекрасно ладят. Мы не видели тебя из Сырая сегодня на кухне. Ты ведь ещё ничего не ела, а? Она ещё спит. Я иду сейчас туда. О, понятно. Хочешь, я пойду с тобой? Не волнуйся об этом. Эээ. А я бы хотела, чтобы Вайкон с нами был. Ревьё, если есть что-то, чем я мог бы тебе помочь, только скажи. Отдыхай, пока вы должны быть встали. Поговорим завтра. А, мы чё, за едой шли, что ли? Так сейчас ночь или день? Или что? Хотя нет, вроде ночь. Меня немного дезориентировал снежок. Вообще, когда зима, да, ночь наступает очень быстро. И всегда хочется спать, даже утром. И вообще, и всегда. Уже поздно. Да. Скорее всего, нам надо на кухню поесть. Похавать. Похомячить. Зимой, конечно, не знаю почему, но иногда хочется побольше даже есть, чем... Ну, это понятное дело, потому что тратится калории на обогрев тела, на вашу тушку нужную, знаете ли, сколько калорий тратить. Думаете, это вам просто так? О, а где моя еда? Ох, ну наконец-то! А я только собиралась идти за тобой, дорогой. Ты знаешь, который сейчас час? Извини, что заставила тебя доволноваться, Мелла. Ох, а где сырая? Она ведь тоже ничего до сих пор не ела? Ну да, я захвачу ей тоже. Ладно, я тогда пойду. В следующий раз так, не опаздывай. Ладно. Получен обед сырая. А мой обед я, типа, уже быстро съела его. Ничего, опять полезнее никого тут нету. Мы забрали это еще в ту первую серию. Или вторую, я уже не помню. О, Вайкоша! Что ты здесь делаешь? Ты не поверишь, что Сел нашла в лесу? Скорее, идем за мной! Что она нашла? Узнаешь, когда увидишь. Интересно, что? О, я играю за Вайкона. Ну, может быть, я могу по-быстрому отдать обед сыраю, чтобы она там не померла с голоду? Куда ты идешь? Селлары ждет в лесу. Ну, блин, Вайкон. Вайкон, он мне запрещает идти к моей жене. Блин, мы ее не видели столько уже. Мы даже все расстроились. Даже вы в комментариях писали, что расстроились из-за того, что она погибла. Она не погибла, вот такая вот хитрющая женщина. Хитропопая. Где Сел? Кто знает? Возможно, ищет меня. Что? Нет! Лунея! Что? Ты же знаешь, что я не должен разговаривать с тобой. Говорит тот, чья жена украла мое лекарство. Такая музыка, знаете. Я не смогла утешить Кардиона. Кто знает, что он сейчас делает. Ждать все эти месяцы ради шанса выжить. А потом его забирают прямо у тебя из-под носа. Ну, это да. Вот это обидно, если честно. Не очень радужное ты не находишь. Ты выглядишь ужасно спокойно по этому поводу. Переживания по таким вещам не приведут, видимо, ни к чему хорошему. О, кажется, ей плохо становится. Лунея? Мне кажется, вот она может умереть. Что это? Просто головная боль, не твое дело. Как я говорила, переживания по таким вещам не дадут ничего, кроме как ухудшения ситуации. К тому же, я уже прошла через все это. Что ты теперь собираешься делать? Есть предложения? Конечно, как всегда. О, ну куда ты полетишь-то? Ты что, решила в Эрию улететь? Там Эрия, кстати, разрушена, кто не помнит. Ну, то есть там приехал Прион. Опа, опять таблетка. Опять фигурирует таблетка. То есть, все-таки он влюблен? Или не влюблен? Непонятно. Только Канга узнает на это ответ. Серьезно. Что-то он стиснул зубы. Мне кажется, все-таки таблетка начинает действовать. Может быть, она не сразу действует? Кто его знает? Такой, аааа, вот так вот, блин. Как будто, типа, ааа, как ты могла уйти от меня. Ревье, у тебя есть уже жена. То, что Лунея, да. Она наш друг. Она приятный человек. Но... Но с Сыраей ты же знаком намного дольше, чем с Лунеей. Да, у вас там были офигенные приключения, которым может позавидовать только, не знаю, любой там искатель приключений. Но все же. Я думаю, сейчас именно тот момент, когда нужно решать, расставлять приоритеты. Да, Лунея, она помогла. Она очень хорошая в душе девушка. Но ведь Сырая ты же любишь больше, по идее. Должно быть так. Но если ты уже больше ее не любишь, тогда в итоге вам нужно разводиться. Вот так вот. А с лекарством нужно что-то придумывать, конечно. Конечно, не знаю, как не будет это решать. Дракой или голосованием, или типа того. Или кому больше... Кому причитается. Конечно, за все страдания, что пережила Лунея, ей больше причитается. Но при этом... Сырая тоже не виновата, что в таком положении она оказалась. Так что тут вообще нету той, которая недостойна. Они все достойны, чтобы быть вылечены от квинтэссенции. Но тут уже как бы... Проблемы с этим. Сырая, приветик. Я только что... Я... Я скучаю по этому месту. А что интересно с Кардианом? Вот тот чувак мог наделить... Блин, натворить дел. Потому что он любил Кейру. Так, он в своей тайной лаборатории. Что же он там делает? Кстати, Эша же говорила, что что-то хочет от него. Взамен. Интересно, что? Эша. 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 Вау, они и телепортироваться умеют. Нахитусы так не умеют. Нахитус. Сейчас, знаете, мы дошли до того момента, когда уже все приключения закончились, и сейчас мы разгребаем последствия этих приключений. Не сказать, что это, наверное, самый интересный поворот, точнее, момент в повествовании, но все равно. Тут, можно сказать, больше раскрываются персонажи, возможно. Но экшона уже поменьше, чем было тогда, когда я просто вот так... Что? Что? Что происходит? Чего ты ждешь? Прыгай, я помаю тебе. Что? Ты отойдешь назад, и в итоге я снова упаду. Это... Мы же тогда были детьми. Это кто вспоминает такое? А-а-а-а! Эти уже этот, смотрите, да? Да, ведь он ее с детства знает, блин. Лунея, конечно, очень хочется помочь, но... Ну, как-то помочь с Раей из принципа даже надо. Она как родной человек, или типа того. Ну, или, например, не знаю даже, пойти снова за лекарством, что-то выдумать, какой-то компромисс, какое-то соглашение. Должно быть выход какой-то. А ты помнишь, как мы первый раз пришли сюда? Когда? Когда? Я не помню. Это было так давно? Той ночью? Что случилось? Я думал, ты... Ты... Ах, это он про то рассказывает, когда он в камере увидел кровь. Я ждала твоего возвращения. Я не знаю, как ты это сделал, но тогда я уже не боялась. Я просто ждала. Ах. И, наконец, я снова слышала звук шагов. А это был уже не ревьё, а охранники. Или, скорее, Атис Луны, возможно. Но это был не ты. А, это Дирк. Капитан Дирк. С хвостиком. Так, интересно, что сейчас будет. Посмотрим, как её сделали квинтэссенци-образный человеком. Знаете, такое странное ощущение. Вроде бы и рада, что Сырая вернулась, но одновременно нет. Как бы, если бы она умерла, всё было бы намного проще. Но это неправильно. Моё тело не подчинялось мне, и я не знала, что с ним происходит. Всё случилось так быстро, и спустя мгновение... Что это вообще такое? Там взрыв, что ли? А-а-а. Не убивай её. Попробуй вырубить. А, так она сбежала. Ну, всё понятно. О-о-о. Она что? Она загрызла дирка. Ну, может быть, не до смерти, но немного покалечила, скорее всего. Так вот, чья это кровь была. А мы думали, что это Сырая. Вот так вот, видите? Генерал! Это... Этого никогда раньше не случалось. Мы не... Какая она умная. Стало темно. Я слышала многих людей, но это всё, что я могу вспомнить. Через какое-то время я снова проснулась. О-о-о. Куда её тащат, интересно? Вон Винделя, если вы помните её. Она на свадьбе была. на нашей. А это вообще кто? Что? Кто это вообще? Ну, я знаю, что Дирк, какой-то стражник и ещё кто-то там третий. А то вы подумаете, что я сумасшедшая. Уже не узнаю Дирка. Дирка нашего. Валентайна. Похоже, у Дирка тоже что ли? Тоже что ли? Квинтэссенция, раз он, видите, это смог регенерироваться. Регенерироваться. Опа, Лунея прилетела. Подслушивает. Я не знаю, сколько времени прошло, пока я была в клетке. Люди приходили и уходили, но ничего мне не делали. Казалось, что они ждут. Но ничего не происходило. Они ждут, видимо, какие будут последствия от квинтэссенции на тебе, пока наконец не началась суматоха. А, это, наверное, после свадьбы суматоха началась потом. Ну, или во время свадьбы, да, точнее, во время своей свадьбы. Винделя. Ничего. Рейн будет разочарован. Пора сделать то, что нужно, наверное. Леди Винделя. Кто это вообще такая, Винделя? Она не служанка, что ли? Они нашли Лунею. Генералу Дирку нужны все подразделения немедленно. О-о-о-о. Суматохи, они, похоже, забыли, что она ослабила замок. А зачем она это сделала? А, видимо, она хотела открыть дверцу и убить ее. Но вот видите, как все интересно повернулось. Ушло некоторое время на то, чтобы выбить его. Но в итоге я каким-то образом все-таки сделала это. Вау. Теперь я буду играть за волка Сыраю. Сыраи. О, нет. Наверное, тут опять драться придется. Тут ничего нету. Ну, я думаю, волка никто не будет искать. Хотя, возможно, они же знают, да, что это она. Так что... Возможно, нам придется драться с кем-то, что я не очень люблю. Это вы знаете. И в жизни не люблю. И в играх не люблю. Зажженный факел. И что? Такой волк бегает, знаете. Это что, какая-то загадка? Я, блин, волк. Что я могу сделать? Будучи волком. А-а-а. О-о-о. Это интересно. Даже более чем. Поднять деревянная щепка? Да. А-а-а. Мы что, будем взламывать замок деревянной щепкой или что? А-а-а. Поджечь деревянная щепка. А-а-а. А-а-а. Наверное, сжечь дверь. Господи. Как тут все сложно. Да. Довольно варварский метод какой-то открывания дверей. Просто сжигание ее. Так что, она сожжется там. Ладно, видимо, надо выйти из локации и потом она будет уже сожжена. Да. Уже не горит. Как вы можете заметить. Ну, сожженную дверь легче выбить. Так что, да. И, ребятушки, да. Мы смогли. Когда я выбралась, все было довольно просто. Все стражники спешили выйти за стены, а я просто незаметно пошла за ними. Незаметно такой волк, знаете, ходит. Ну, в той суматохе, что была. Там, знаете, мне кажется, и слона было не заметить. К тому времени я каким-то образом могла слышать и чувствовать вещи не так, как раньше. Каким-то образом. Деточек, у тебя синтезенция. Когда я вырвалась из этого ужасного города, я наткнулась на твой запах. О! Я шла по нему весь остаток пути. Это так романтично. У меня было все время мира. И все же, не потому, что я не могла думать, но потому, что я не знала, что думать или хотя бы откуда начать. Я, простите, пропустила там. Просто потому, что оно само прокласывалось. Я просто продолжала идти. А Лунея все и слушает это. Лунея. Я, конечно, знаю, что Ревьё очень милый парень, но зачем делать такую ситуацию, когда мы тут две, выбирай из нас двоих. Это не очень прикольно. Быть на месте Ревьё. И на месте той, которую он не выберет. так что да, это не очень хорошая ситуация. Ревьё должен сам решить, с кем ему быть. Кто ему реально, не знаю, более важнее. Конечно, возможно, таблетка еще делает свое дело, поэтому он... Но хотя Ревьё неплохой, он просто заботится о тех, с кем общается, вот поэтому ему жалко, что Лунея без лекарства сейчас будет сидеть. И спустя месяца я наконец вернулась. Кстати, а куда лекарство дели? Она как и забрала его сюда, ну, с собой, да? Сырая забрала с собой это лекарство, да? И не отдает, что ли, никому? Отдали бы, не знаю, непричастной стороне хотя бы Кардину, хотя он сейчас не похоже, что в хорошем настроении, он может вообще это, не знаю, разбить это лекарство. Но все равно какой-то незаинтересованной стороне надо было это отдать, хотя бы Вайкону, вот Вайкон точно не будет решать, кому отдавать. Он беспристрастный, чтобы увидеть тебя с этой женщиной. О, ну, начинается. О, она ее видела, когда, это значит, она, да, ну, подкараулила вместе со стражниками, и они ее запихнули в повозку. Да, неприятная ситуация. Это не то, что ты думаешь. И тогда это была не ее вина, это она командовала ими. Да, но все эти месяцы. Ты хоть можешь себе представить, сколько мне пришлось вынести из-за нее? Ну, а ты знаешь, сколько мы вынесли? Ты хоть можешь себе представить, сколько мне пришлось вынести от этой женщины? О, обнимашки. Подождите, а Луней уже улетела? Видимо, да. А почему это надо вот винить во всем Луней? Луней вообще-то тут ни при чем. Она виновата только в том, что дала таблетку ревьё. Все. Больше она ни в чем не виновата. Все остальное это обстоятельства. Это вот эти гребаные обстоятельства, то, что они находятся сейчас в войне, и то, что у них там все проблемы, и квинтэссенцию они там на всех испытуют, даже на своих же им пофиг вообще. Так что это все ирианцы, возможно, даже прионцы. Короче, это все виноваты. Но точно не Луней. Луней в этом не замешана. Когда ты ушла, во мне появилась пустота. Думаю, я пытался заполнить её любым способом. Довольно неприятно. Ну, довольно неприятно это слышать, скорее всего, Луней, потому что даже если не рассчитывать на что-то большее, чем просто друг, говорить так, будто он просто использовал её, чтобы заполнить пустоту, это не очень тактично вообще по отношению к любому человеку. Сказал бы, что всё равно она для него будет больше, чем для него значит Луней. А не вот так вот, типа, она просто была типа на время, а сейчас всё. Теперь она валит отсюда, нафиг пошла она вон, не нужна она нам, мы ей не дадим лекарства, никому не нужная, Луней, уходи. Нормально. Ну, вообще, круто. Она была лишь, лишь кем-то, кого я должен был сопровождать на пути, к тебе. Да. В действительности, даже не друг, и уж точно не больше. Как ты можешь говорить, что не друг, если она столько раз тебя спасала? Да, да, у вас были какие-то такие проблемы, вы пытались друг друга убить, но какая дружба без этого, ребят? Мы все когда-то хотим оскорбить кого-то, но потому что иногда мы выводим друг друга из себя, но в этом нет ничего плохого, но главное, что она спасала тебя столько раз. Ревьё, как ты можешь так говорить, что она даже не друг? Хотя бы сказал, не знаю, друг по несчастью, вот, можно так сказать, можно так говорить про людей, но говорить, что типа она мне никто, не знаю, мне обидно за Лунея. Мы снова вместе, это единственное, что важно, правда? Да, а нет, Лунея все слышит, знаете, вот это вот, вот это подлый поступок, ну, Ревьё, конечно, не знает, что она его слышит, поэтому он так сказал, но, ты обещаешь? Опять обещания дают, я обещаю, лунея, не знаю, не красиво так вести себя по отношению к Лунеи, что бы она ни делала, становится холодно, хочешь пойти назад? Нет, ещё немного, Лунея уже улетела, эх, да, они неблагодарны, Лунея, они ужасно неблагодарны, и, и походу, никому ты не нужна, Лунея, как это не грустно, осознавать, оооо, кажется, уже приехали, уже к деревне подступают, мне кажется, там сейчас будет жесть скоро, в следующей серии, возможно, Дирк приехал уже, и с Рейном, в это действительно трудно поверить, что Шанти, всё это время, была у нас под, была у нас под носом, какая Шанти, чё-то не понял, какая Шанти, хе-хе, разве? Знала ли Фиона об этом? Всё ещё загадка для меня, но если знала, она оказала тебе огромную услугу, в любом случае, неважно, по крайней мере, мы знаем, что нам теперь делать, блин, вот Лунея, вот реально жалко, будем просто надеяться, что поймаем Лунею, аааа, я не успела, чёрт возьми вас, ненавижу, когда само это всё проходит, типа я что, вот прям скороговоркой тут всё проговаривать, я люблю с выражением читать, ах, ладно, у меня же не скорость чтения сейчас, или типа того, аааа, ваааат, Агата, Агата, которая была в начале, вы помните её? Агата, как это возможно? Я не понимаю, как? То есть, я, это, никогда не был её отцом, что, полагаю, после всего, что произошло, это следовало ожидать, Дирк об этом знал, или он тоже в шоке? Я ни о чём не жалею, что происходит, чёрт возьми? Знаете, так и знаете, всё спокойно, спокойно, и потом бац тебе, а я Агата, я туточки, драться тебе, что, что она здесь делает? Что она здесь делает? Что происходит? Кангау, я думаю, ты сам уже запутался в том, кто здесь кто, кто есть кто, и типа того, и что они хотят вообще. Может быть, поэтому, кстати, он не хочет её заканчивать, потому что он думает, блин, как тут всё вывернуть, чтобы было всё нормально, интересно, и люди не сказали, что типа, что за говно? Я играла в квинтэссенцию, она мне давала всегда такие клёвые штуки, типа, знаете, как твисты в сюжете, и тут бац, всё просто, заканчивается. Ну, если честно, мне всё равно, даже как она закончится, я просто хочу узнать, с чем концовка. Как Кангао посчитает нужным, пусть он сделает любую концовку, мне уже всё равно, пусть она будет даже самая говёная на свете. Нет, ну, конечно, не хочется, чтобы она была самая говёная на свете, но я думаю, Кангао сам поймёт, как нужно, но, блин, серьёзно, таблетка начинает действовать. Он вспоминает Лунею. После всего, что ты сказал, блин, про Лунею, я думаю, тебе лучше вообще никогда с ней не видеться. Ты гад, Ревью, а я была тебе лучшего мнения, серьёзно. После всего, что ты сказал, после всего, что мы пережили вместе столько опасностей. И вот как ты, да, благодарность говоришь. Она мне никто, я её знать не знаю. Конечно, я знаю, да, возможно, ты прикрываешься, чтобы сырая тебя, типа, не сказала, что ты тут с женщинами там ходишь. Какая разница? Какая разница, что она подумает? Если она тебе не доверяет, ты никак не сможешь получить её доверие. Если она уже думает, что ты изменяешь ей, то, то, не знаю, говорить, что Лунея плохая из-за того, что она думает, что ты с ней встречаешься, это неправильно. Ты должен хотя бы, не знаю, быть верным самому себе, а не вот... Ты же на самом деле хорошего мнения о Лунея. Зачем ты так сказала? Вот зачем? Лунея? Что-то я совсем... Что-то меня попёрло прям на разговоры. Квинтэссенция, она вот заставляет задуматься, вот реально. Может, ему показалось? О, письмо. Она прислала нам письмо? Ревьё! Ой, простите, твоего... Ревьё! Вот так вот. Может, Лунея вернулась сюда? Мы проснулись утром, а её уже не было. Они уже, видимо, привыкли к ней. Вот Вайкон хотя бы он её не выгонял. О, она на могиле Кейр. Кейру она любила. Кейра хотя бы, не знаю, она не считала её плохой. Что-то грустно как-то. Грустно. Луны жалко вообще, реально. Так всё-таки, это была Агата всё время, что ли, её отцом? Что за бред? Её отец-то Агат. Это сам неожиданный поворот из всех поворотов, которые я видела в своей жизни. Кангао. What the fuck are you doing? Серьёзно. What the fuck are you doing? Кто в теме, тот поймётся. Кардиан, ты там, надеюсь, не сдох ещё? Ты что-то не выходит оттуда с лаборатории своей. Я теперь понял, что ты понял. Эша. Хорошо. Тогда почему бы тебе не начать? Что начать? Ещё новую квантэссенцию делать, что ли? О-о-о. Белки бегут друг за другом. Лунея прилетела. Нифига себе она. Жёсткая. Ага. Облик тигра теперь доступен. Зачем ты подожгла этого зайчика? Что он тебе сделал, Лунея? Я знаю, у тебя плохое настроение, но это не... О-о-о. Я могу убивать животных. Ребят, это я сделала, простите, пожалуйста. Я больше такого не буду, серьёзно. Ладно, друзья. Думаю, на этом мы закончим. Разъярённая Лунея. Думаю, это надо оставить на следующую серию, чтобы вам было интересно и мне было интересно. Не хочу больше убивать этих вот маленьких зверушек, так что я больше не буду нажимать пробел. Всё. Хорошо, я просто попробовала. Такого больше не повторится, ребят. С вами Маломорская Свинья. Если вам понравилось, то подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. Напишите свои комментарии, что вы думаете о этой игре, о этой серии. Можете даже писать, что думаете обо мне. Белка, почему ты вот так близко? Ты же понимаешь, что... Блин, это она сама делает. А-а-а-а. Чёрт. Видимо, надо как-то обходить этих зверей, чтобы она их не убивала. Лунея сошла с ума. Всё, ребят. Увидимся в следующей серии, возможно, она образумится. Всем удачи, хорошего настроения и пока!